Всем доброго и замечательного времени суток, меня зовут Алина, я очень рада приветствовать вас у себя на канале, и сегодня я расскажу про такую коробочку от FabFitFun, я сама в кадре появляться не буду, потому что только что получила коробочку и хочу сразу про нее снять видео и не тратить время на то, как я готовлюсь, делаю макияж, собираюсь и так далее, прежде чем начну снимать, поэтому давайте сразу приступим к обзору. Итак, кстати, кроме меня, по-моему, на русском языке никто про эти коробочки еще не рассказывает, это американская коробочка, она доступна в Америке, в Канаде, кажется, в Пуэрто-Рико и, если я не ошибаюсь, в Великобритании. Посмотреть за последний год эти коробочки можно, если ввести прямо на русском языке, хэштег FabFitFun, вы сразу увидите как раз-таки мои публикации по поводу последних 4-5 коробок, которые я получила. Работает эта коробочка так, что есть 4-5 продуктов, которые я могу выбрать между несколькими и есть 3-4 продукта, которые кладут всем стандартные. Мне очень нравится эта идея, что можно выбрать много всего вариантов и поэтому коробочка получается, несмотря на то, что она как бы немного сюрпризная, но и она все-таки меньше имеет промахов и все-таки она более индивидуальна. Итак, давайте ее откроем. Сверху всегда лежит вот такой вот журнал ежесезонный, в нем рассказывается в основном про все варианты выбора, которые были в этом сезоне, что можно было, из чего можно было выбрать и что все это значит. Значит, то есть она такая достаточно рекламно-косметически, скажем так. Есть, конечно, и какие-то более познавательные статьи, но в основном про все варианты всего, что есть в коробочке, рассказывается в журнале. Всегда лежит парочка скидочных купонов. Давайте откроем саму коробку. Итак, давайте посмотрим, что у нас здесь внутри. Я скажу вещи, которые были для всех, которые нельзя было выбирать. Это три вот этих продукта, если не ошибаюсь. Три, да. Первый это крем-суфле для тела. Скорее всего, оставлю себе. Кстати, интересное название фирмы, да, Humankind. Но есть Humankind как человеческий вид, есть человек плюс добро. Такое прикольное название фирмы. Мне нравится, когда есть какое-то позитивное название за именем фирмы, да, не как там Too Faced, да, уличный. А что-то более жизнеутверждающее. Предведен крем в Бельгии. Следующий это Aveda Instant Visible Repair. Короче, это такое лечение для волос. Нужно наносить на увлажненные волосы и оставлять. Как крем для волос, только более интенсивный, я так предполагаю. Это, кстати, я хотела попробовать, но так и не купила в каком-нибудь Marshalls. Я иногда вижу там подобные штучки. Это, в общем-то, скраб для тела, но он разделен на такие кубики. Кстати, пахнут они очень хорошо. Фруктовым, цитрусовым ароматом. То есть, берешь один кубик и идешь с ним в ванную. Тут их 8 штук. Небольшая упаковка. То есть, получается, на 8 применений. Дальше это от Wonder Beauty Gold Eye Masks. Это был выбор. И я выбрала это из нескольких вариантов. Тут, по-моему, 6 штук. Ну, грех просто оставлять себе все. Нужно поделиться с ближним своим. Поэтому поделюсь немного с подругами. Но буду сама активно пользоваться. Дальше это я тоже купила, чтобы поделиться, что-то оставить себе, что-то отдать. Это набор. Я всегда запутываюсь, как эту фирму правильно читать. Поэтому не буду читать. Но у них принцип такой, что они выпускают косметику для глаз и губ. И у них вот такая вот упаковка, которая уже сама выглядит как карандаш. Такой вот у них стиль оформления. Например, это карандаш для бровей. Но это не сам карандаш. Это вот его само такое оформление. И когда мы это откроем, внутри будет уже сам карандаш. Мне, я думаю, подходит оттенок. И мне уже нравится он. Очень не люблю, когда карандаши для бровей имеют такую маслянистую текстуру, как обычные карандаши. Потому что у них должна быть другая текстура. Они должны быть суховатые. Кстати, когда я ездила в Израиль, я подруге купила такую помаду. Ей очень понравилось это оформление. Тут же еще двое теней также оформлены. И карандаш. Вот карандаш я точно хочу подарить. Потому что у меня черных карандашей есть. Жалко на себя переводить. Очень симпатичная штука. Симпатичное оформление. Главное, когда такую вещь кому-то даришь, предупредить, что это такая упаковка. Потому что сделали они ее достаточно реалистичной. Очень похоже на уже прям настоящие карандаши, а не на крышечки. Вот такие вот серьги. Знаете, я для разнообразия решила... Там был выбор между несколькими вещами, которые мне не очень нравились. Поэтому я для разнообразия просто заказала эти серьги. Серьги эти идут гвоздиком. Нет, не гвоздиком. Как-то вот интересно, они загибаются. То есть они, по идее, идут по форме самого уха. Поэтому для меня это что-то новое, непривычное. Буду пробовать. Для меня недостаток это то, что они идут с такой вот позолотой. А я больше люблю или серебро, или вещи под серебро. Ну, как вы можете видеть, да? Из того, что я сама ношу. Теперь следующая вещь. Это шарф. Очень-очень мягкий шарф. На осень я в последнее время много люблю синюю одежду. Холодные оттенки синие почему-то мне очень как-то зашли в последнее время. И поэтому, когда я увидела, что один из вариантов это взять вот этот шарф, я подумала, что это отличная идея, и он очень приятный на ощупь. Я небольшой спец по показыванию одежды, но, в общем-то, вот такой вот шарфик. Тоненький, мягенький и достаточно большой, но при этом легкий. И последняя, как говорится, last but not least. Вот такая вот штука для кухни, для подачи сыров и повсердностей каких-то закусок к ним, потому что здесь такая интересная есть тарелка, а есть без тарелки. Ну и два ножа. Я думаю, это должно быть очень симпатично, когда приходят гости. И, в общем-то, на этом все. Вот они все продукты из этой коробочки. Я надеюсь, что это видео было вам интересным и оно понравилось. Напишите, хотели бы вы, чтобы я снимала видео и в будущем, если я буду заказывать коробочки FabFitFun. И я напоминаю, чтобы посмотреть предыдущие коробочки, которые я заказывала в течение последнего года. Заходите в Instagram и прямо по-русски пишите FabFitFun, хэштег FabFitFun. Вот, пожалуй, на сегодня и все. До новых встреч. Ну а пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok